Приветствую вас. Посмотрите, какая получается интересная ситуация. Ваш брат не только проживает в вашей квартире и, собственно говоря, пользуется всеми удобствами живоплощади, он еще и позволяет себе поднимать на вас руку и, как я понял, если я правильно вас понял, то он поднимает руку и на вашу дочь. Совершенно непонятно, почему и как вы позволяете себе так с собой обращаться. Можно много говорить на эту тему, но, наверное, важно сказать одно, что мужчины вас не уважают. Понимаете, ваш родной брат вас не уважает и не уважает вашего ребенка. Не уважает не только как сестру, но и как хозяина квартиры, в которой он живет. Возникает вопрос. Откуда взялось такое к вам отношение? Почему мужчина так к вам плохо относится? Что повлияло на его такую модель поведения по отношению к вам? И самое главное, что в этой ситуации вам мне хочется сказать, в обязательном порядке, это то, что вы сами, к большому моему сожалению, я надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием, потому что я вам сейчас говорю, вы сами несете ответственность за то, как мужчина себя ведет по отношению к вам. Что это значит? Это значит, что вы сами изначально поставили себя таким образом, что он может позволить себе так с вами обращаться. И весь вопрос заключается в том, почему вы это позволили. Какие ваши, лично ваши, субъективные элементы мотивации повлияли на то, что мужчина вот так сможет к вам обращаться? Собственно говоря, это то, что я хочу вам сказать. Исключительно как психолог. То есть, с точки зрения психологии, проблема именно в этом заключается. Теперь по поводу того, что вам делать. Ну, пожалуй, здесь лучше всего вам ответила Лидия, эксперт Лидия. И она достаточно развернуто обрисовала суть ваших проблем. И для начала вам нужно поговорить с твоей мамой. Зачем и для чего, спросите вы. На этот вопрос я вам отвечу так, что вам необходимо со своей мамой обговорить вот эту вот ситуацию. Почему она защищает вашего брата? Что заставляет его защищать? Почему она считает возможным, что он может поднимать руку на вашего, например, ребенка? И как она сама себе это объясняет? И если вы после этого садковода именно с ней, только с ней, больше не с кем, не с братом, не с ними двумя, а именно только с ней. Вот поговорите с ней и постарайтесь выяснить ее отношение к тому, что происходит. И если этого отношения нет к вам на том уровне, который является приемлемым для вас, то тогда мама также устанавливается в один ряд братом, то есть не имеющий права находиться в вашей квартире. В принципе, это, я думаю, все. То есть, понимаете как? Это взрослые люди. Если ваш брат ведет себя достаточно целеустремленно и однозначно, и его вам точно никто не переделает, правда, что только силой, да, то есть упираться в то, что это в вашей площади, менять свое поведение по отношению к нему и быть более уверенной в себе, более активно защищать свои права и себя, саму и дочь, то мама вполне вероятно может заблуждаться. У мамы могут быть какие-то свои чисто материнские отношения не вполне объективные причины, по которым она защищает брата. И если вы правильно с ней поговорите и верно подберете слова, то очень может быть, что она свое мнение поменяет. Но очень важно не кричать, очень важно не ругаться, очень важно не использовать обвинительный тон, обвиняющий слова и так далее. Вы просто указываете на факты. Спокойно и отстраненно говорите, что вот есть факт того, что мой брат, будучи взрослым мужчиной, ударил меня, то есть женщину, и может ударить ребенка. Скажи, как ты относишься к этому? Считаешь ли ты, что есть оправдание тому, что он делает или нет? Если да, у тебя есть оправдание, скажи мне, когда это закончится? То есть, хорошо, ты его обрадуешь, я понимаю, когда это закончится, почему, ради чего, я должна терпеть такое отношение к себе. А главное, ради чего, должна терпеть такое отношение моя дочь. И пусть вам ваша мама это скажет. Ради чего? Вы понимаете, ни на что другое внимание не обращайте. Совершенно. Пусть она скажет, ради чего. И вот тогда вам все станет понятно. И если так случится, что ваша мама не скажет ничего вразумительного, не скажет ничего адекватного, правильного того, что вас устроило бы, то тогда вам нужно на правах хозяйки квартиры обоих этих людей, ну или только брата, тут уже зависит от вас, просто-напросто вытелять. Правда, никакого права там проживать, как и сказала вам Лидия, он не имеет. Пожалуй, это все, что можно было сказать по вашему вопросу, надеюсь, именно психологическую сторону, именно психологический аспект проблемы я раскрыл. Тут на самом деле есть и правовой аспект, мне кажется, и аспект даже социальной, детской психологии, аспект. То есть очень драмирующая ситуация для ребенка, и вам нужно подумать о том, как она влияет на дочь, правда, вы не говорите сколько ей лет, но я думаю, почему-то, что она небольшая. Вот. То есть мотивации для того, чтобы изменить ситуацию, вроде бы достаточно, но если вы чувствуете, что этого мало, или все равно сомневаетесь, другой вопрос, в чем вы сомневаетесь, то тогда нужно обратиться приватно к психологу и проработать с ним уже конкретно в вашем блоге, которые мешают поступать правильно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok